Вести Карачаева, Черкесия В республике стартует региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству, профессионалы и чемпионата высоких технологий. Далее об этих и других темах подробнее. Кавказ.РФ подготовит мастер-план развития курорта Донбай. Такое решение принято во время приезда заместителя министра экономического развития Российской Федерации в Карачаево-Черкесию Сергея Назарова. Замминистра вместе с председателем правительства республики Муратом Аргуновым и представителями института развития Кавказ.РФ осмотрели территорию всесезонного курорта и ознакомились с потенциалом для его развития. На сегодняшний день, по мой взгляд, достаточно неплохо развита вся горная часть, с учетом того, что перспектива и строятся дороги. Соответственно, в этом году еще две канатные дороги будут. Да, наверное, можно модернизировать. Добавляются трассы еще. Тоже республика строит дополнительно, расширяет трассы, приводится. А вот с этим поселком, конечно, здесь большая проблема. Тоже мы обсуждали о том, что нам надо будет совместно сейчас сделать мастер-планирование, соответственно, нарисовать перспективу, потому что много, соответственно, есть объектов незавершенных, фактически треть объектов незавершенных от общего количества. Вся инфраструктура, дорожная, уличная дорожная сеть, она достаточно хаотичная, потому что весь период этот постсоветский застроен был, ну, как попали. Поэтому сделать новый генплан, соответственно, сформировать общественное пространство, убрать то, что тут незаконно, и тогда вид, в общем-то, будет достаточно приличный. И дальше смотреть, как его развивать в едином архитектурном стиле, собственно, чтобы это было действительно привлекательно для туристов. Глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России, которое с регионами в режиме видеоконференц-связи провел заместитель председателя правительства страны Марат Хуснулин. Участники мероприятия рассмотрели реализацию федерального проекта «Жилье» и ход выполнения мероприятий, предусмотренных в рамках нацпроектов. Отмечено, что плановые показатели по строительству в Карачаевой Черкесии выполняются. Рашид Тимрезов отметил, что более 70 тысяч человек будут обеспечены жильем в новых микрорайонах Черкесии, в том числе граждане из многоквартирных домов, сейсмоусиление которых нецелесообразно. В республиканской столице реализуется федеральный проект комплексной застройки жилых микрорайонов «Северный» и «Спутник». В совокупности здесь будет построено порядка 70 домов до 2039 года. Это более 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья. Благодаря программе по переселению из сейсмически неустойчивого жилого фонда в Черкесске в этом году жильцы нескольких домов получат новое жилье. В прошлом году по этой программе переселено 190 семей. Приводить обветшавшие здания в порядок экономически нецелесообразно, и потому жильцов переселяют в новостройки в северном микрорайоне Черкеска. Об этом сообщил заместитель мэра города Заур Тугов. На сегодняшний день управлением жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Черкеска проводится визуальный осмотр порядка 40 домов, расположенных на территории города Черкеска. После того, как при визуальном осмотре выявлены наличие сейсмонеустойчивости дома, заказывается заключение экспертной организации, которая уже дает свое юридическое заключение. В случае, если дом признается сейсмонеустойчивым или экономически нецелесообразным для восстановления, данный дом включается в постановление мэрии, подлежащим к переселению. Мэрия города Черкеска в декабре 2022 года дан старт к переселению жильцов и нанимателей многоквартирного дома, расположенного по адресу Гутякулова, 5, по которому на сегодняшний день ведется прием документов, заявлений, которые впоследствии будут выведены на комиссию уже для заключения договора Мены с нанимателями и собственниками данных жилых помещений. В рамках реализации программы по переселению жильцов и нанимателей многоквартирных домов, которые попали в программу переселения, это те дома, сейсмое усиление которых невозможно или экономически нецелесообразно, ведется мэрия муниципального образования города Черкеска с 2020 года. На сегодняшний день практически реализована программа по переселению собственников и нанимателей семи многоквартирных домов. Это дома расположены по улице Крайняя, 41, Октябрьская, 12, Октябрьская, 14, Крупская, 73, Зеленая, 42А, Демиденко, 155 и Даватора, 58. Глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов встретился с молодежью, активистами в сфере IT и цифровых решений. Прошла защита командных проектов в рамках программы развития цифровой медиакультуры, проектный подход и реализации федерального партийного проекта «Единая Россия. Цифровая Россия». Мероприятие прошло в Центре выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Карачаевой Черкесии «Спутник». В рамках мероприятия состоялась презентация шести проектных командных социальных инициатив, способствующих формированию благоприятного имиджа Карачаевой Черкесии в цифровом медиапространстве. Выступив в роли наставника, Рашид Тимрезов в ходе презентации обозначил свое видение реализации заявленных проектов, а также заверил ребят в том, что они могут рассчитывать на полную поддержку главы и правительства региона. Я познакомился с шесть проектов, все очень важные направления, которые, в принципе, всю сверну, все жизнедеятельности наши сегодня, они, конечно, охватывают. Каждый проект по-своему уникальный. Я считаю, что все они должны рассчитывать на поддержку со стороны органов власти и лично мою поддержку. Во всех субъектах страны проходит региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству, профессионалы и чемпионата высоких технологий, в котором принимают участие школьники и студенты средних профессиональных образований. Всего представлено 248 компетенций, актуальных и востребованных для каждого региона. В нашей республике чемпионат профессионального мастерства профессионалы проводится при поддержке главы и правительства республики с 17 по 31 марта текущего года. Он будет проходить по 13 компетенциям основного состава и одной компетенции юниора. Победители региональных этапов встретятся в июне-июле этого года в отборочном этапе в Санкт-Петербурге, где будут определены финалисты. Жители Карачаева Черкесии, как и России в целом, могут оформить вычет за медицинские услуги и сэкономить до 16 тысяч рублей в год. Оплатив анализы в предыдущие два года, можно подать декларацию через личный кабинет налогоплательщика. Необходимо приложить справку об оплате медуслуг. Проверка будет проводиться в течение трех месяцев. Для возврата налога на счет выделяется еще один месяц. Еще одно место для прогулок появится в республиканской столице. Благоустроенная аллея будет расположена на улице Даватора в районе регионального погрануправления. Работы там уже стартовали, старое покрытие демонтировано и совсем скоро начнется укладка тротуарной плитки. Общая протяженность новой общественной территории составит 158 метров. Украсят аллею 10 лавочек, урны для мусора, а также появятся малые архитектурные формы. А уютный теплый свет в вечернее время обеспечит 10 фонарей. Информацию комментирует ведущий специалист управления ЖКХ мэрии Черкеска Руслан Джукаев. Руководством города было принято решение также за собственные средства муниципалитета обустроить данную аллею. Так как у жителей была потребность в этой аллее, то есть немало людей проголосовало за ее обустройство. Поэтому на данный момент ведутся работы по ее благоустройству. Первыми в списке благополучателей от этой аллеи являются студенты и жители данного района, так как у нас рядом находится колледж. В этом году и в следующем году у нас есть запланированные объекты, которые мы планируем обустроить. Это происходит путем участия в различных государственных программах, но у нас есть большие планы по развитию нашего любимого города. Начиная с июня этого года будет введена единая дата выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Семьи, оформившие такую меру поддержки, начнут получать средства 5 числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий, а за предыдущий месяц. Пока даты выплат различаются в ряде регионов, их переводят с 1 по 15 число, где-то с 16 по 25. Деньги при этом поступают за текущий месяц, то есть в марте семьи получают выплаты за март, в апреле – за апрель. С июня начнут применяться новые правила, и семьям в любой точке страны выплаты будут приходить в один день 5 числа за предыдущий месяц. Впервые новая дата будет применяться к пособию за май, деньги на счет поступят семьям 5 июня. Переход к единому дню, зачисление средств произойдет автоматически, родителям не нужно в связи с этим никуда обращаться. Увидела свет новая книга известного общественного, политического и государственного деятеля, публициста и поэта, первого в истории карачаевского народа ученого электротехника Исмела Алиева. Титанический труд, историко-географический очерк под названием «Хурзук» вышел в Москве в издательстве «Делибри». В книге Исмаила Ибрагимовича впервые за древнюю историю аула столь детально проводится описание его ландшафтов, его достопримечательности, древней, драматичной, а порой трагичной истории в контексте истории всего карачаевского народа. В книге имена и жизнеописания знаменитых жителей Хурзука. Хурзук – моё самое любимое поселение, потому что это отцовский аул. В Хурзуке я встретил свою судьбу 50 лет назад. И вот практически 40 лет назад каждое лето, а у нас отпуск был замечательный, два месяца, мы проводились в семье в Хурзуке. Поэтому это моя любовь. Потом к Хурзуку привязались мои дети, потом Хурзук полюбили мои внуки. Вот такая вот у нас любовь из поколения в поколение к Хурзуку. У нас везде потрясающе красивые горы. Но Хурзук – это его специфика в чём заключается? Вот с моей точки зрения Хурзук – это идеальный туристический центр. Идеальный. Это не Архыз идеальный, а Хурзук. И не Донбай. А я объяснил. Хурзук располагается, вот я широко использовал в книге спутниковые снимки. Вот если посмотришь сверху на Хурзук, то Хурзук находится в центре, откуда отцветляется во все стороны, с севера, начиная и на юг, и так дальше, отцветляются прекраснейшие ущелья, неповторимые каждый по своей красоте. В связи с проведением демонтажа передающей антенной башни на улице Ставропольской, 18, в период с 16 по 20 марта частично перекрыта проезжая часть дороги по улице Чехова. Свыше 150 километров федеральных дорог в трех регионах Северного Кавказа, в том числе и Карачаево-Черкесии, защитят слоями износа. Об этом рассказала пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамокова. По заказу Фукул-Пордор-Кавказ обновят 9 участков автодорог, 5 на Ставрополе, по 2 в Чечне и Карачаево-Черкесии. Из них в 2023 году восстановят ровность и сцепные качества дорожного покрытия на 116 километрах, а в 2024 – на 37. На автодороге А-155, ведущей курорту Домбай в Карачаево-Черкесии, до конца 2024 года защитные слои устроят на 20-километровом маршрутном отрезке Кумыш-Ченгирик. Из них 10 километров введут в этом году. В эти дни в Орле проходит первенство России по армрестлингу среди юношей, юниоров и девушек. В соревнованиях принимают участие около 700 спортсменов, в том числе 24, представляют Карачаево-Черкесию. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается облачная с плеснениями погода, местами дождь. Ветер в северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 8-13, в горах местами до плюс 6. В горах Карачаево-Черкесии сохраняется лавяна опасность. В Черкесии небольшой дождь. Ветер в северной четверти 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 13 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте губкчр.ру. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!